В нашей Вселенной существует множество по-настоящему страшных мест. И большая их часть – это холодные миры, жизнь на которых никогда не сможет появиться. Но даже среди всего этого мрачного многообразия существуют такие объекты, которые мы можем назвать самыми опасными экзопланетами из всех тех, что нам удалось обнаружить. И сейчас я предлагаю отправиться в путешествие к самым невообразимым из них. Путешествие к подобным местам мы можем увидеть лишь в фантастических фильмах. Однако благодаря развитию технологий Вселенная сегодня открывается нам через звуки и музыку. Например, процессы, которые протекают на поверхности звезд, порождают излучение в самых разных диапазонах и посылают световые сигналы, которые видны даже в небольшие телескопы. А переводя эти данные в числа, мы можем создавать из них музыкальные композиции. Проект Яндекса «Музыка звезд» работает именно по такому принципу. И с помощью IT-технологий специалисты создают музыку Солнца на основе данных по среднегодовому количеству пятен с 1961 года. Весь плейлист содержит в себе 10 треков, а прослушав их, вы сможете совершить виртуальный полёт от Солнца до чёрной дыры в галактике М87, ознакомиться со звучанием звёзд, далёких пульсаров и узнать то, как с помощью IT-технологий можно связать науку и творчество. Чтобы начать путешествие, переходите по ссылке в описании. А теперь вернёмся к нашему видео. В 2020 году в преддверии Хэллоуина НАСА составили список самых пугающих миров, и в их число вошло шесть экзопланет. Каждая из них представляет из себя объект, на котором не только существуют экстремальные для любого живого организма условия, но даже само пребывание в их окрестностях может оказаться смертельным. Первым из них стал газовый гигант под названием Трес-2b. Это небесное тело обращается вокруг звезды Трес-2, жёлтого карлика, который находится от нас на расстоянии 718 световых лет. Трес-2b имеет уникальный химический состав поверхности, благодаря которому планета поглощает более 99% поступающего на неё света. Причина же таких свойств до сих пор неизвестна. И, возможно, на этом небесном теле происходят такие химические реакции, которые ранее нам не удавалось зафиксировать ни на одном подобном объекте. И именно они делают Трес-2b самой тёмной из известных нам экзопланет. Обнаружение этого газового гиганта произошло 21 августа 2006 года, а более подробные характеристики были получены спустя несколько лет. Масса Трес-2b равняется 1,2 массы Юпитера, радиус достигает 1,27 радиуса Юпитера. Атмосфера планеты раскалена до 1000 градусов по Цельсию, благодаря чему экзопланета испускает слабое красное свечение, подобно раскалённым углем. Однако даже несмотря на весь её мрачный облик, Трес-2b нельзя назвать самым опасным местом в нашей Вселенной. Ведь кроме неё в космосе скрывается гораздо большее число пугающих объектов. Перед вами экзопланета под названием 55 Рака-И, расположенная в системе солнцеподобной звезды 55 Рака-Эй. Это небесное тело было открыто 30 августа 2004 года с помощью метода Доплеровской спектроскопии. Масса этой планеты приблизительно равна 8 массам Земли, а радиус составляет 1,875 земного. 55 Рака-И находится в приливном захвате, благодаря чему на одной стороне этой планеты никогда не наступает день, а на другой никогда не темнеет. Именно поэтому обращённая к звезде сторона всегда нагрета до плюс 2400 градусов по Цельсию, а на ночной стороне температура составляет плюс 1300 градусов по Цельсию. Такой высокий показатель можно объяснить тем, что расстояние, на которое планета удалена от своей звезды, равняется всего 183 десятитысячным астрономической единице. Кроме того, на планете, вероятнее всего присутствует вулканизм, благодаря которому на 55 Рака-И регулярно высвобождаются облака пыли, блокирующие тепловые выбросы. Сутки же на этой планете длятся чуть меньше 18 часов, а в атмосфере содержатся гелий и водород. Также в её состав входит большая доля углерода, которая, вероятнее всего, образует в недрах планеты толстые слои, состоящие и из графита и алмаза. При этом 55 Рака-И не является единственным объектом в планетарной системе своей звезды, ведь кроме неё там также находятся ещё четыре небесных тела. Все они имеют гораздо более благоприятные условия, и именно это обстоятельство отличает систему 55 Рака-И от следующего объекта. Его название – Полтергейст, или PSR-1257 плюс 12С, и он представляет из себя экзопланету, находящуюся в системе Пульсара. Данное небесное тело располагается всего в ноле целых 0,36 астрономической единицы от центра системы. И это указывает на то, что Полтергейст не смог бы пережить взрыв сверхновой, который, вероятно, предшествовал возникновению Пульсара. Следовательно, экзопланета могла появиться после данного события, например, из образовавшегося после взрыва вещества туманности. Также существует и другая гипотеза, согласно которой Пульсар мог образоваться в результате слияния двух белых карликов. А этот процесс зачастую не сопровождается мощным взрывом. Но в силу того, что подобные объекты наблюдаются нами впервые, точный ответ о его происхождении науке пока неизвестен. Система небесного тела расположена в 2300 световых годах от Земли. А по массе Полтергейст примерно в 4 раза массивнее нашей планеты. Период же его обращения занимает примерно 66 дней. Кроме того, если мы когда-нибудь сможем приблизиться к этому загадочному объекту, то потоки радиации, которые выбрасывает Пульсар, вероятнее всего уничтожат любой космический корабль. Учитывая все эти свойства, Полтергейст нельзя назвать самой опасной экзопланетой из всех тех, что нам известно. Ведь если при приближении к нему небольшое космическое тело может просто разрушиться, то при тесном контакте со следующим объектом оно и вовсе начнет испаряться. Причиной же этому станет сверхвысокая температура, которая присутствует на самой горячей из известных нам экзопланет Кеплер-70b. Этот объект обращается вокруг субкарликовой звезды Кеплер-70. Температура поверхности здесь выше, чем на нашем Солнце и составляет 6800 градусов по Цельсию. Масса объекта равняется 0,44 массы Земли, а радиус достигает 0,76 земного. Период обращения этого небесного тела равняется 345 минутам, то есть сутки здесь длятся менее 6 часов. При этом экзопланета регулярно проходит на расстоянии в 240 тысяч километров рядом с другим объектом в системе Кеплер-70c. И на данный момент это самое близкое прохождение планет мимо друг друга из всех тех, что нам удавалось фиксировать. Сверхвысокая температура, которая присутствует на этом небесном теле, может объясняться тем, что когда-то этот объект мог быть частью своей родительской звезды. Однако на данный момент вопрос об окончательном присуждении Кеплер-70b статуса экзопланеты остается открытым. При этом стоит отметить, что Кеплер-70b – это не единственное известное нам небесное тело, которое находится в таком тесном взаимодействии со своей родительской звездой. Еще одним объектом, находящимся в схожих условиях, является экзопланета под названием WASP-12b или WASP-12b. Это небесное тело находится в 870 световых годах от нашей системы. Ее радиус в 1,93 раза больше радиуса Юпитера, а масса равняется 1,46 массы самой крупной планеты Солнечной системы. WASP-12b находится на расстоянии в 0,03 астрономической единицы от своей звезды. Благодаря такому тесному сосуществованию температура на WASP-12b достигает 2200 градусов Цельсия. А из-за сверхмощной гравитации родительской звезды светило постепенно поглощает это небесное тело и приблизительно через 10 миллионов лет экзопланета вероятнее всего полностью разрушится. Учитывая все эти условия, вряд ли нам удастся еще более подробно углубляться в изучение этой планеты. Ведь подобные миры, казалось бы, не могут представлять первостепенный интерес для науки. Однако некоторые из них обладают действительно уникальными свойствами и, несмотря на свой внешний облик, скрывает в себе намного больше опасностей, чем может показаться на первый взгляд. Например, пролетая мимо небесного тела HD 189733b, можно подумать, что это безопасная планета, ведь внешне она очень похожа на нашу Землю. Но опустившись до уровня ее атмосферы, любого путешественника встретит несколько смертельных угроз. Ветры здесь состоят из частиц силиката и имеют скорость 8700 км в час. Кроме того, на экзопланете также идут дожди, в результате которых на поверхность выпадают осадки из расплавленного стекла. Основной же причиной для такой смертельной погоды являются крайне высокие температуры и состав атмосферы. Период обращения экзопланеты вокруг своего светила составляет примерно 2,5 дня. И, вероятнее всего, планета всегда повернута к звезде одной стороной. По своим характеристикам, HD 189733b – это ярко-голубой газовый гигант в созвездии Лисички. Его удаленность от нашей системы равняется всего 63 световым годам. А диаметр этого объекта на одну десятую больше, чем у Юпитера. Масса экзопланеты на 13% превышает массу самой крупной планеты в нашей системе, а обращается экзопланета вокруг оранжевого карлика. Расстояние от HD 189733b до своей звезды в 30 раз меньше, чем расстояние от Земли до Солнца и равняется примерно 5 миллионам километрам. Из-за такой близости на экзопланете постоянно поддерживается температура около 930 градусов на светлой стороне и не опускается ниже 425 градусов на тёмной. Первые исследования этого объекта начались сразу же после его открытия. И в 2007 году, пользуясь данными телескопа Хаббл, учёные обнаружили, что у HD 189733b есть туманная атмосфера. При этом, когда планета находится между земным наблюдателем и звездой, её атмосфера приобретает красноватый оттенок. Возможной причиной такого эффекта является находящийся в атмосфере дымка, по предварительным оценкам состоящий из частичек железа, силикатов и оксида алюминия. Кроме того, с помощью информации, полученной Хабблом, учёные также смогли подтвердить наличие водяного пара, нейтрального кислорода, а также органического соединения метана в атмосфере планеты. А после повторного исследования подтвердилось присутствие угарного газа на дневной стороне. Однако наибольшее число вопросов вызвали исследования, согласно которым в атмосфере планеты были найдены следы метана, находящегося в особом флуоресцентном состоянии, испускающего электромагнитное излучение в ЭК-диапазоне. Такое состояние вещества говорит о наличии в атмосфере HD 189733b неизвестной активности, которую ещё только предстоит разгадать. Таким образом, благодаря исследованию этого объекта мы можем сделать вывод, что даже на самых неприспособленных для жизни экзопланетах всё равно могут происходить процессы, которые представляют интерес для науки. А пока процесс их исследования будет продолжаться, такие миры ещё долго будут оставаться для нас лишь планетами ужасов и всегда напоминать о том, как же нам повезло с нашей Землёй. Друзья, если бы вы хотели, чтобы я рассказал вам и про другие похожие миры во Вселенной, напишите об этом в комментариях или просто поставьте лайк под этим видео. И услышимся!